Рождественский пост начинается 28 ноября, а завершается 6 января, рассказывают священники. Во время поста запрещается есть мясо, молочные продукты, яйца. Но в выходные дни по большим праздникам можно есть рыбу. Сейчас же со 2 по 6 января идет самая строгая неделя. Святые отцы ограничивают себя и в постной пище. Так они готовят себя к праздничной рождественской службе. В Свято-Николаевском кафедральном соборе даже не готовят, трапезная просто закрыта. Все служители церкви придерживаются поста строго. Говорят, от этого состояние здоровья только улучшается. Однако мирянам все-таки не советуют отказываться разом от всех продуктов. Ограничивать себя в пище нужно поэтапно. Для тех, кто живет в миру, у них пост, конечно, всем по-другому проходит. Потому что люди работают на разных работах, тяжелых, легких. И в зависимости от этого уже каждый сам устанавливает для себя в миру поста. Готовить к рождественской службе в последние дни перед праздником нужно не только тело, но и душу, говорят батюшки. Этот пост установлен для того, чтобы люди к празднику Рождества Христова очистили себя покаянием и молитвами. Телесный пост без духовного ничего не значит. Даже наоборот может быть вредным, замечают священнослужители. Рождественский пост, как и любой пост, его задача состоит прежде всего в том, чтобы человек посвятил это время себе, своей личности, своей души, работе над ошибками, которые человек совершал в отношении себя, в отношении других людей и в отношении Господа. В последнюю неделю поста нужно особенно тщательно следить за собой, говорят в церкви. Запрещается курить, употреблять спиртные напитки, следует отказаться от увеселительных мероприятий, свести к минимуму просмотр телевизора. Наталья ходит в церковь уже более пяти лет. Говорит, что с каждым годом соблюдать пост все легче. В храм я хожу давно, но пост я училась соблюдать. То есть я сначала отказывалась от того, от чего я могла отказаться, по силам своим. Потом стала соблюдать, допустим, дни среда и пятница. Подобный строгий пост перед праздником – это аскетический подвиг, замечают в церкви. Он требует длительной подготовки. По мнению священников, ограничивая себя в пище и не совершая плохих поступков, люди тем самым подготовят душу и лучше поймут святости величия и рождения Иисуса Христа. Оксана Виттер, Марина Узун, Игорь Нинашев, Панорама.